Сегодняшняя тема. Производитель препарата, биофармацевтическая компания Биокат потратила около 5 миллионов долларов на создание первого в России препарата пигелированного интерферона Альфа. Три года шла работа по разработке лекарственного средства, которое получило название «Альгерон». Препарат прошел масштабные испытания на базе профильных учреждений Москвы, Петербурга, Смоленска и Казани. В программу клинического исследования вошли пациенты с хроническим гепатитом С, ранее не лечившиеся препаратами интерферонов. Все они были разделены на три группы. В двух основных группах участники получали «Альгерон» в дозе 1,5 мкг КГ-нет. Или 2 мкг КГ-нет. В сочетании с рибаверином, а в группе активного контроля, зарегистрированный в России препарат пигелированного интерферона Альфа 2 млрд, Пегентрон, Шеринг-Плаула Боэнвэ, Бельгия, в комбинации с рибаверином. Комплексная оценка эффективности, безопасности, фармакокинетических и фармакодинамических показателей позволила сделать вывод об оптимальной терапевтической дозе «Альгерона», равной 1,5 мкг КГ-нет. Почему гепатит С у детей трудно выявляется и плохо лечится? Читайте здесь. Лечение импортными препаратами ежегодно обходится страдающему хроническим гепатитом с от 700 тысяч до 1,5 млн. рублей. В России среднерыночная цена пигелированного интерферона Альфа на полках аптек составляет порядка 10 тысяч рублей за упаковку. Но не все больные гепатитом с получают государственную поддержку, многие лечатся за собственный счет и поэтому не всегда могут пройти полноценный курс терапии. При этом, как обещает производитель, препарат «Альгерон» будет доступнее на 35-50% существующих сегодня импортных аналогов. Старт продаж запланирован на июль месяц. Справка по данным Всемирной организации здравоохранения хроническим гепатитом с в мире страдают около 150 миллионов человек. Ежегодно этот показатель увеличивается на 3-4 млн человек. По официальным данным, в России гепатитом с инфицированы порядка 1,8 миллиона человек, а по оценкам экспертов 5 миллионов согласно прогнозам пик заболеваемости придется на 20-18-20-20 годы. Будь здоров и подписывайся на наш канал.